Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами нашу работу. И сегодня у нас урок чтения. А тема нашего урока – города-реликвии. Я знаю, что на прошлом уроке вы получили очень интересную информацию о Великом Шелковом Пути. Я хочу проверить, что же вы запомнили. Готовы? Начинаем. Вопрос первый. Кто первым проложил путь в Центральную Азию? Я слышу, я чувствую, что вы уже правильно отвечаете. Я верю, что вы правильно дали сейчас мне ответ. Давайте проверим. Чжан Дзян – это путешественник, купец, офицер императорского дворца. Молодцы! Что привозили китайские купцы в Центральную Азию? Хлопок, верно слышу. Золото, молодцы! Шелк, ну правильно, недаром же Шелковый путь. Посуду, еще что? Драгоценности. Молодцы! Давайте проверим. Хлопок, верно. Золото. Шелковые ткани. А вот об этом вы забыли. Китай славится еще мехами. Еще к нам привозили меха. Отлично! А кто из вас помнит, проходил Великий Шелковый путь? Правильно, с Китая шел. В Индию? Молодцы! К Японскому морю? Умнички! Еще кто что помнит? Правильно, пересекал Среднюю Азию, связывался с Китаем? Верно. Посмотрите, какое интересное четверостишье я вам подобрала. Великий Шелковый. Восьмое чудо света. В отличие от тех чудес других. Не создан кем-то был и где-то. Лишь для одной страны и для людей одних. Я чувствую, что вы очень много информации можете теперь рассказать своим друзьям и своим близким. Молодцы! Но я хочу сейчас вам рассказать небольшую легенду о этом шелковом пути. Оказывается, император Китая прослышал, что в государстве Давань есть летающие кони. И поймать и приручить этих коней было невозможно. Они летали так быстро, что кроме капель пота у них выступали капли крови. И вот этот китайский император решил иметь таких коней. Он навьючил свой караван с шелковыми тканями и отправился в путь. Вот так и соединилась наша Средняя Азия с Китаем. Вот так два государства слились и образовался Великий Шелковый Путь, который и по сегодняшний день славится своим богатством. Вы знаете, наше государство очень богато. Наше государство может гордиться своими людьми, своим народом, своими достижениями, реликвиями. А вы знаете, что такое реликвия? Я вам сейчас расскажу. Реликвия – это особо чтимая, дорогая по воспоминаниям или традициям вещь. У каждого человека есть своя реликвия. Это может быть старинная книга, это может быть старинная шкатулка, просто ручка, подаренная кем-то. У меня тоже есть реликвия. Я вам хочу ее показать. Это чернильница с пером. Эта реликвия осталась мне от моего отца. Когда-то, ребята, мы писали не шариковыми ручками, а чернилом. Вот в эту чернильницу наливалось чернило. Мы макали пером и выводили палочки и крючочки. И вот эта реликвия была передана мне, моими родителями. И я храню ее, как зеницу ока. Вы знаете, а узбекского народа есть тоже у всего народа реликвия. И вы не поверите, это города. Города-реликвии, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Почему реликвия? Эти города нам ценные, мы чтим их, мы гордимся ими. И вы знаете, очень многие хотят побывать в этих городах. Эти города как раз находятся на пути Великого Шелкового Пути. Давайте познакомимся с этими городами. Один из городов – это Хива. Недаром в мире Хиву называют городом-музеем. Возраст Хивы – 2520 лет. Вы знаете, ребятки, раньше Хива была таким небольшим городом. Через него проходили караваны. Хива подвергалась разрушениям, но она постепенно восстанавливалась. И на сегодняшний день это город архитектурных памятников. Если вы когда-то побываете в Хиве, то обязательно вы должны посетить Ичан-Калу, Бавзолей Пахлавон Махмуда, Каменный дворец и комплекс Ислам-Хаджа. Это наши архитектурные достопримечательности этого города. И через этот город тоже проходил Великий Шелковый Путь. Следующая реликвия – это Самарканд. Но кто не знает Самарканд? Все знают Самарканд. Это обитель вечного величия. Самарканд – центральный город. Именно через него шли все караваны. Самарканд подвергался различным разрушениям. Но когда править Самаркандом стал Амир Тимур, вы знаете, как вырос, как окреп и как знаменит стал этот город. Впоследствии Самаркандом управлял внук Амира Тимура – Лукбек. Этот правитель сделал этот город культурным бесценным достоянием. В этом городе жили великие ученые, умы, музыканты, астрономы, математики. И он поднялся до таких высот, что стал знаменит во всем мире. Побывав в Самарканде, обязательно побудьте на площади Регистан. Это такое красивое, замечательное место. Это действительно наша реликвия. Шахи Зинда, мечеть Биби Ханум, усыпальница Тимуридов и, конечно же, знаменитая всему миру обсерватория Улукбека. Это наша реликвия, это то, чем мы гордимся. Следующая реликвия – это Бухара. Бухара, ночи Бухари, насколько они красивы. Бухара – это жемчужина Востока. Многие писатели, которые писали о Бухаре, они называли Бухару городом сказки. Действительно, Бухара – это сказочный город, потому что в этом городе проживали все наши великие ученые, архитекторы, мыслители, математики. Это город реликвия, это город сказка. Теперь, надеюсь, вы понимаете слово реликвия. Это то, чем мы с вами гордимся, то, к чему мы с вами стремимся и то, что мы должны обязательно ценить. Очень много людей хотят посетить эти города и восторгаться красотой этих городов. Сегодня тема – это города реликвии. И наш учебник предлагает нам прочитать публицистическую статью. Если позволите, я пару слов скажу об этой статье. В этой статье вы узнаете, чем ценятся эти города, почему эти города называются реликвии и что они дали нашему узбекскому народу. Поэтому я вас очень попрошу, не откладывайте время, возьмите учебник в руки и приготовьте домашнее задание. Прочитайте статью на странице 164 и ответьте на все вопросы. А если что-то вас еще заинтересует, то спросите у своих родителей дополнительную информацию. Спасибо большое. До свидания. До скорой встречи.